На вручении первой международной молодежной премии за верность призванию присутствовали глава Одинцовского района Андрей Иванов, председатель императорского православного палестинского общества Сергей Степашин, член Совета Федерации Сергей Рябухин, председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, проправнук императора Александра Третьего Павел Куликовский. Такое пристальное внимание вип-персон к новой молодежной премии не случайно. Когда я возглавил МПП, там были люди, и остаются, конечно, видные, замечательные, ученые, ну, взрослые, я, правда, сам уже достаточно взрослый человек. И как-то мне сказали мои сотоварищи, что вообще у нас не принята молодежь, она еще не созрела, еще рано. На что я сказал, сколько было Сергею Александровичу, великому князю, когда он возглавил общество. Тут наступила пауза. Ему было всего на всего 25 лет. Правда, он в это время был уже городоначальником и командующим московским военным округом. Таким образом родилась наша молодежная секция и вот это вот замечательное первое событие, которое мы здесь проводим. Я хотел бы даже благодарить, конечно, руководство Одинцовского района, которое приложило огромные усилия для того, что мы собрались здесь. Среди первых лауреатов молодежной премии ИПО авторы проектов, связанных с созданием добровольческих объединений, информированием зарубежной общественности о происходящих в России процессах, спасением разрушающихся святынь, гуманитарными миссиями. Одним из победителей стал и наш земляк Алексей Кубышкин с проектом «Духовно-нравственное и музыкальное воспитание молодежи» на приходе Гребневского храма города Одинцова. Я очень рад вручить эту премию Алексею Кубышкину, который много лет преданно трудится на ниве церковной музыки, отдавая всего себя этому очень важному служению. Спасибо ему за его труд. Это очень важно – дарить людям радость и красоту церковного пения. Спасибо, Алексей. Спасибо, мой любимый молодежный хор. Это большая честь быть причастным к обществу, с которым было связано имя Елизаветы Федоровны. Жизненный путь, который лично для меня является примером служения, примером служения своему Отечеству. В заключении церемонии Сергей Степашин объявил, что по инициативе ИПО наступивший 2018 год призван стать годом святой великой княгини Елизаветы Федоровны. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.